друзья приветствую вас по запросу подписчиков решил вынести в отдельную тему вопросы которые касаются ситуации с газпромом и со сбербанком но все вы прекрасно знаете что 11 февраля был ряд значимых событий которые касались этих двух бумаг и которые оказались существенное влияние на индекс ммвб на котировки но правда по сбербанку там в моменте был рост потом концу дня этот рост превратился в пшик а по газпрому дома 4 процента выросли так ну давайте немножко новости посмотрим я вам озвучу свою точку зрения начнем со сбербанка ну вот лента просто пестрит новостями по поводу сбербанка здесь ряд экспертов высказывается о том что это позитив что таким образом путем выкупа сбербанка у центробанка соответственно правительство решило узаконить свои отношения и что для сбербанка это будет позитив но в частности вот статья о том что государство решило оформить отношения и что это будет позитивом для сбербанка так мы здесь вот такой есть мнение что покупка сбербанка правительством это положительная новость потому что сделка прозрачная но абсолютно правильно написано что инвесторы критически относятся к новостям анонциализации на фактически можно сказать что один скажем так одно одна из суть этого процесса это национализация сбербанка 1 но не единственная ну вот еще одного реляция что это позитив великий потому что выход cb из капитала сбера позволит шире потенциал для внедрения новых разработок и так далее но я не вижу здесь никакой взаимосвязи то есть как выход регулятора из капитала позволит шире используйте меч наоборот если регулятор владеет пакетом он всегда можете это послабление дать и пойти навстречу поэтому вот этот довод эксперта о том что это плюс потому что позволит реализовать потенциал там ттт я вообще не понимаю к чему это здесь а вот здесь эксперт достаточно здраво размышляет по поводу вот этой сделки то есть мед его логика очень понравилось зачем cb продавать валюту а сделки по сбербанку на рынке то есть моей точки зрения вход ход мыслей поэтому вопрос очень правильный то есть здесь но вполне как бы здравый человек видишь что тут что-то замаскировано какая-то манипуляция вот так вот если к другому сайту обратиться по поводу этой новости то соответственно здесь особого скажем так оптимизма я не наблюдаю в словах экспертов ну вот мне понравился комментарий главы министерства финансов о том что бумаги будут выкуплены при этом выкуп доли не отменит планов правительства поинвестируя средства и был инфраструктурный проект но обычно как когда такие высказываем делаются все часто происходит наоборот они как правило делаются для того чтобы что-то скажем так какую-то информацию сообщить которые потом скорее всего окажется не такой так друзья но если вернуться графику сбербанка то что мы увидим вот эта новость которая была выпущена по поводу того что правительство будет выкупать пакет акций у цбрф она общем-то ощутимого воздействия не произвела но небольшой рост был до объем значительно скаканул на такой скачок объема это в общем так говорит о том что была раздача внутри дня если там газпром вырос на четыре процента на фоне итогов встречи с инвесторами вот то то что касается сбербанка здесь просто был пшик и раздача но смотрите на самом деле есть моей точки зрения субъективный там ни на кого ничего не так аварию но экономический смысл у этой сделки он абсолютно отсутствует потому что а из одного государственного кармана перекладывается в другой государственный карман ну цбрф это вроде же тоже скажем так государство соответственно получается из одного государственного кармана перекладывается в другой зачем это делать но объясняют это тем что типа есть конфликт интересов потому что цбрф контролирует сбер и соответственно конфликт интересов но сколько там 25 лет по 94 года резина с третьего года закона цбрф почему вот до этого конфликт интересов он никто на него особого внимания не обращалась часто ли обращать первый вопрос то есть заведомо производится действие цель которого она не соответствует тому что заявляется я вот со своей колокольни это вижу то есть конфликт интересов но он был до этого и прекрасно все работало никаких вопросов не возникало соответственно то есть банку позволят типа развиваться тем что от себя его заберут на позвольте и до этого так вообще есть он у цб в руках он и прекрасно может развиваться и регулятору проще какие-то вопросы связанные с отклонением на месте решать ну логично же как это в нашей стране делается поэтому лично я не вижу здесь вообще никакого экономического смысла смысл в этой сделке с моей точки зрения это какая-то манипуляция сейчас может быть не до конца понятная но на самом деле мне на более или менее ясно зачем это делается вот но скорее всего давайте так я вот основные тыс озвучу я думаю что это на самом деле приведет ухудшению общей ситуации экономической потому что подобные вещи они часто происходят когда хотят закрутить гайки и помимо всего прочего то есть сбербанк станет какой-то структурой который будет скорее даже не манеритарную и не только манеритарную функцию выполнять ну как банк часть манеритарной политики осуществлять но и какую-то полицейской контрольную потому что но какой смысл из одного госкармана в другой перекладывать второй момент я думаю здесь какие-то вещи связанные с валютными делами то есть как бы вот данное действие она не привело в среднесрочной перспективе к какому-то непрогнозируемому движению курса рубля по отношению к иностранным валютам есть у меня вот такое ощущение что эти два события они могут взаимосвязаны вот исходя из такого видения я думаю что экономический смысл скажем так с точки зрения принесения прибыли в этой в этом ходе отсутствует то здесь решаются какие-то политические задачи или какие-то экономические но не в пользу миноритарных акционеров и населения вот и поэтому в ближайшее время данная новость она вызовет несомненно волатильность в акциях по сбербанку и возможно даже мы увидим задер к отработку от этой цели 274 но среднесрочной долгосрочной перспективе я думаю эта новость она но либо среднесрочной перспективе не окажет никакого влияния либо окажет негативное влияние долгосрочной перспективе данная новость я думаю она окажет негативное влияние как на сбербанк так и на рынок целом так и вообще на состояние российской экономики потому что данный ход с моей точки зрения субъективной связан с тем что сейчас будет формироваться какой-то совершенно не рыночный не финансовый механизм контроля банков и финансового рынка и это ход он делается именно для этого а также для того чтобы какую-то операцию провести с валютой помимо всего прочего то что будут потрачены средства фнб я думаю это является признаком по крайней мере косвенно того что не будут особо никакие действия с нас с проектами проводиться то есть просто перекладка средств из одного кармана государственного другой так давайте рассмотрим что происходит с котировками сбербанка смотрите вот никакого особого роста не было просто был всплеск и потом соответственно все вернулась на круги своя то есть эту новость просто использовали для раздачи внутри дня отработали цель который вот здесь висела на 258 и после этого благополучно вернулись вот в этот консолидационный диапазон даже более низкий нежели вот этот расширенный но смотрите если возвращаться к месячному формату то здесь у нас вот нарисовать нарисовалась фигура падающая звезда так называемая вот и достаточно высока вероятность что эта фигура она будет в ближайшее время реализована в полном объеме но в силу того что вырастет волатильность под воздействием такой новости я вполне допускаю что будет задерка отработка 274 и возможно даже касание 285 я такой не исключаю хотя мне кажется вероятность такого движения силу этой новости она не очень она не очень высока то есть это может быть но я бы не стал на это делать существенную ставку вот то что сбербанк останется в проторговке вот в этой будет проседать я думаю это наиболее вероятный сценарий сами посудите то организация относилась и контролировалась финансовыми властями а то она будет контролироваться не знать правительство а может быть какой-нибудь силовой структурой даже то есть это я думаю неизбежно приведет проседание первые цель движения будет 194 195 вот хотя опять же как это среднесрочно среднесрочно это может привести к какому-то росту вот даже сюда но потом это все равно все отольется к снижению но по крайней мере я вот поскольку не вижу никакого экономического смысла проводимой операции могу допустить что когда отсутствует явный и понятный прозрачный экономический смысл и цели полагания всегда эти операции они только ухудшают на выходе ситуацию вот поэтому я думаю эта новость она негативно в долгосрочной перспективе повлияет на сбербанк соответственно будет проседание вот и постепенное соответственно снижение котировок как сбербанка так российского фондового рынка вот если недельный график смотреть то видите здесь в общем то был отрицательный гэп соответственно исходя из того что будет увеличена волатильность даже большей степени на фоне того что возможно нефть еще чуточку отскочит а может быть и не чуточку соответственно вполне вероятно что будет движение на закрытие этого гэпа и возможно отработки цели 274 но среднесрочной перспективе я думаю будет пробитие вот этого уровня 235 и уход на вот эти проторгованные области которые в районе 200 и 180 находится но если дневной график рассматривать здесь будет увеличение волатильности основной коридор остается тот же который был это соответственно в диапазоне 251 258 вот здесь вот видите здесь просто сходили очень быстро до верхней границы коридора и закрыли вот здесь была цель чуть чуть выше верхней границы соответственно и закрыли сразу откатились вниз вот поэтому но на фоне того что нефть восстанавливается возможен какой-то рост в пределах вот этого диапазона но я думаю сейчас еще какое-то время будет проторговка в этом диапазоне потом возможно будет какой-то задерг короткий первая цель это 266 вторая цель 278 пробитие вот этого шпиля и потом 274 то что 274 он скорее всего обязательно отработает перед тем как начать проседать просто железно там должен сюда сходить и потом спокойно будет падать так дневка резюмирую в диапазоне вот в этом и соответственно возможно короткий задерг но среднесрочная перспектива и долгосрочная думаю это снижение котировок так но если рассматривать часовой график посмотрите у нас произошло движение в рамках растущего канала осталось локально не отработанная цель 263 и соответственно то есть что здесь наиболее вероятно в течение среды это отскок в рамках вот этого растущего канала и отработка цели такой же вот задерг шпиль на 260 с половиной вот соответственно если будет пробить я вот этого канала то в принципе ситуация она конечно будет не очень хорошие но не критично вот если он пробьет уже 250 с половиной 251 на растущем объеме то это будет говорить о том что весь позитивный эффект который здесь накопился он аннулирован и соответственно акция пойдет тестировать нижнюю границу 250 248 7 но проторгованного диапазона и после ее пробития на растущем объеме идет на 245 но сейчас с учетом того что скорее всего в течение дня будет рост цен исходя из планируемого роста нефти сегодня возможно даже увидим отскок на 58 4 сейчас мне потом отдельно разберем и здесь я думаю то что эта новость вышла это просто вызовет волатильность то есть соответственно волатильность это когда становится скажем так очень удобно покупать на каких-то низких значениях диапазона и продавать на высоких то есть в этом плане конечно новость по сбербанку она позитивно молодцы рад за них так друзья ну давайте вот еще газпром рассмотрим в совокупности со сбербанком поскольку это два монстра нашего рынка который все контролирует так мы здесь вот было принято решение о том что 50 процентов чп чистой прибыли будет на дивиденды выпускаться и поэтому газпром вырос ощутимо на 4 процента и соответственно долгосрочной перспективе до плюс 100 карме и соответственно рост котировок так но если месячный график рассматривать здесь никаких позитивных изменений не наблюдается пока если рассматривать недельный график то здесь ситуация она достаточно тривиальная идет просто отскок от определенного сильного уровня который находится в диапазоне 225 226 где крупный игрок набирал позицию соответственно с учетом развития вот этого позитива при пробое и устойчивом закреплении выше 236 весьма вероятно движение вверх и отработки цели которые находятся на 255 и 5 соответственно когда сюда сходит станет понятно либо он здесь будет торговаться и накапливать позицию для дальнейшего роста или здесь пойдет снижение объемов по факту раздачи тех акций которые надо было продать подороже и после этого будет постепенное сползание на 252 пробитие 247 возврат в этот диапазон то есть у него устойчивая цена это нахождение где-то в диапазоне получается 200 230 225 то есть вот здесь вот ему наиболее комфортно находиться и сюда его сверху возвращает и снизу подтягивают так но здесь дневной график смотрите здесь подошли к верхней границе вот этой проторговки которые здесь было нарисовали разворотную кракозябру на локальных низах и поэтому здесь по факту того как будет пробит устойчиво пробит уровень 0 и значение 235 и 3 235 и 5 соответственно после этого наиболее вероятен рост отработка первое цель 248 вторая цель 254 1 и вот здесь у него завалялась цель на 265 и 5 причем сюда скорее всего обязательно сходит и соответственно эту цель выполнен о какой есть момент негативный негативный момент это конечно же цены на природный газ они упали и пока они особо не восстанавливаются то есть они колеблются около дна и пробивает все новые и новые значения вниз но это происходит на фоне того что произошло все-таки как там не обещал руководство газпрома сланцевая революция и соответственно котировки на газ скорее всего они будут прибывать в новой реальности да они могут как-то отскочить от 1,8 по котировкам природного газа и даже вырасти в диапазон там 2 например вот но все равно среднесрочно цены на газ они будут низкими потому что найдена новая технология которая позволяет везде добывать газ да сейчас из-за низких цен на газ идет банкротства многих сланцевых компаний но все равно это создает определенный потенциал что в случае того когда растет спрос на газ соответственно можно начинать добычу сланцевым способом а обращу внимание что добыча с помощью так называемых сланцевых технологий но летает он соответственно может проводиться во многих местах то есть здесь с пригодными для добычи газа становится и какие-то угольные месторождения месторождения горючего сланца отсюда и название и соответственно спектр где может добываться газ он очень сильно расширяется этих мест да это технологии дороже да она вреднее для экологии но тем не менее это запасная карта который позволяет держать цены на газ низкими соответственно данные действия газпром встречи с инвесторами и обещание 50 процентов чистой прибыли отдавать на дивиденды это уже как бы ему она вынужденной реакции на мой взгляд она запоздала и в краткосрочной перспективе может привести к росту цен акций на те уровни те цели которые мы с вами обсудили ну и пробитие сначала 223 и 8 на 1 точно есть 235 на растущем объеме 220 с половиной на растущем объеме будет негатив для акций газпрома и соответственно уведет их на более низкий уровень но сейчас такой сценарий я думаю маловероятен сейчас скорее всего будет продолжение отскока вверх по газпрому и потом возврат вот в этот на торгованный диапазон который 232 225 вот здесь вот у него наиболее устойчивое нахождение так если рассматривать часовой график то видите здесь пошла игра на пробитие но пока она успехом не завершилась то есть он локально отработал одну цель вторую цель 235 и 8 но вот этот консолидационный диапазон пока не пробит но вот эта динамика движения такая резко экспоненциальная она говорит о том что вполне вероятно что либо сегодня в среду либо завтра в четверг мы возможно увидим дальнейшее движение вверх и добить этих уровней вверху который он оставил для отработки так здесь больше факторов на рост возможен краткосрочный откат на 228 и 9 пока не будет пробития 224 5 223 8 в целом позитивный взгляд скорее всего акцию затащит по крайней мере краткосрочно среднесрочно до 266 ее могут протянуть очень легко но не забываем о стопах если вырастает с учетом такой высокой волатильности надо ставить стопы и перетягивать их за собой чтобы все время но когда начинается рост чтобы все время выходить из делок с прибыли спасибо за внимание